Айти Камасутра, сделай тебя программером, учить JavaScript на нашем канале Айти Камасутра, сделай тебя программером, учить JavaScript на нашем канале Так, друзья, привет, Дмитрий, для сервиса айтикамасутра.ком для канала Мы с вами сейчас продолжим тему, 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 как к нашему объекту подписать много событий Давайте старт опустим, старт не хотим узнать, когда произошел старт Удалю вообще это нафиг Мы хотим знать, когда вот стопнулась И о том, что машина стопнулась, мы хотим знать, Димыч хочет знать И Миша хочет знать То есть у нас есть какой-то объект И есть функция f, d и f, f, divich, f, Mиша И вот они оба хотят знать Хотят знать, когда машина он стоп Когда машина произойдет он стоп Ну, свойство всего одно И мы можем присвоить либо функцию одну Только Либо функцию другую Либо Миша, либо Дима Кто-то один, потому что он стоп Это смотрите, что такое Это напомню Это какое-то свойство, которое вот Изначально null, но которое может быть функцией Почему она функция? Потому что потом Если она не null, то машина попытается его вызвать, поставив скобки То есть если тут будет сидеть что-то, что не функция, что нельзя вызвать, то будет ошибка программы Вот, например, давайте присвоим он стоп, присвоим 23 Смотрите, что произойдет f12 Ошибка Он стоп из нода function Он стоп, потому что он стоп в этот момент времени Смотрите, что он стоп в этот момент времени Он равен 23, он не равен а, он равен числу Поэтому Стоп в этот момент Стоп в этот момент ставится и это падает система То есть мы присваивая свойства сюда должны обязательно функцию какую-то указать Чтобы она могла вызваться Таким образом, таким вот механизмом Вот наш жирный объект Может Наш жирный объект Может вот сообщать колбэком обратно Кому вот подписчикам о том, что что-то произошло Но только одному Вопрос, как сделать, чтобы их было не один Чтобы можно было и одного, и второго, и третьего, и пятого Ну окей, сразу Однотипные функции То есть функции, однотипные объекты У нас их должно быть много Внутри вот здесь как-то они должны быть То есть я, когда я машина Когда по мне, когда событие произойдет Я не хочу взять одну функцию вызвать ее Я хочу как-то пробежаться по многим функциям Которые где-то хранятся И каждую из них по очереди вызвать Если у нас такая ситуация, что у нас много однообразных объектов То мы сразу же говорим про массивы с вами Давайте так и сделаем Давайте создадим рядом массив OnStop Который назовем this OnStopListeners И сделаем его пустым массивом То есть Когда машина остановится Машина остановится Мы не будем только лишь вызывать Вот этот OnStop, который вот здесь у нас Нал или не нал Мы еще, помимо этого Мы еще, помимо этого Пробежимся по нашему массиву С помощью цикла for А давайте for each будем использовать Пробежимся по нашему массиву this Которое StopListeners For each Как работает for each, если вы не знаете Это из ECMO script up Ну давайте вообще стрелочную функцию даже заюзаем То мы возьмем каждый вот callback Ладно, давайте я не буду шокировать Моя задача здесь вот так вот проще будет То есть For each, он для каждого элемента в массиве Что-то сделает Каждый элемент попадет вот сюда Вот как параметр Фанк какой-то, да Давайте callback назовем его И вот мы этот callback что возьмем и вызовем Поставим скобки То есть у нас в listener Это как цикл for Только чтобы не писать for По этому массиву По такой-то длине Берем это элемент И его вызываем А как бы вот такое for each Более короткая запись Почитайте, обязательно погуглите Делайте шаги в сторону прокачки Очень много Чтобы сегодня быть полезным программистом Нужно узнать очень много Поэтому вот таких новшеств Не пугайтесь Изучайте, смотрите, потренируйтесь Сразу попишите for each На примерах И идите дальше Так вот У нас здесь, то есть Мы мало того, что он стоп Проверили на нал Если там что-то сидит То мы его вызовем Мы еще и проверим Какой-то массив Наш массив Мы пробежимся по каждой По каждой функции Которая внутри будет сидеть И вызовем ее Callback с двумя L здесь И вызовем ее Если пустой массив останется То вызывать нечего Вопрос Как в этот массив что-то запушить Ну давайте пока запушим Вот просто Это свойство опять же Свойство Значит мы можем вот здесь взять И сказать Mers Точка У тебя есть свойство Он стоплист Это массив Мы знаем Поэтому мы в него сейчас запушим Димыч, например, привязался вот сюда А Миша привязался А Мишу мы запустили в этот массив Но мы помним, что Автомобиль, когда остановится Он и это свойство Если оно не null Запустит Как функцию И пробежится по этому массиву И каждую функцию этого массива Тоже запустит Давайте проверим Что и Миша, и Дима Так, вот он стоп Мы попали Он стоп Вот сейчас у нас Выполняется Димыч Димыч узнал, что машина остановилась Дальше идем Потом смотрится массив В массиве висит один элемент Функция Миша хочет знать И мы вызываем Мишу Все Вызвался Миша Вызвался Дима То есть мы вдвоем Давайте еще раз Обновлю Или раз Два Дима Миша То есть мы вдвоем узнали, что что-то произошло Идея какая Что в массив мы можем пушить сколько угодно Сюда мы только одного могли присобачить А в массив мы можем пушить сколько угодно функций Давайте вместо он стоп Я так же напишу Я так же напишу Эту функцию перенесу Дима Хочется знать вот сюда А этот он стоп Просто вообще пока Ну уже не будем пользоваться По аналогии как мы не пользуемся Он кликом Но не круто им пользоваться Когда у нас есть классная функция Это VentListener Которая позволяет много Много лисенеров добавлять Аналогично и здесь Не круто пользоваться этим одним он стопом Когда у нас есть возможность Добавлять в массив много лисенеров Но тем не менее Такую возможность верну оставим По аналогии с Элементом ключ зачем-то мы ее оставим потому что мы делаем как будто бы копию вот и смотрим раз два раз два вдвоем узнали все ну у нас то там add event listener название события и функции а тут получается on stop listeners а как мы хотим запушить хорошо давайте restart на старт сделаем аналогичную ситуацию на старт сделаем аналогичную ситуацию on start listeners сейчас вот так вот давайте по парам разовьем on stop on start то есть теперь когда машина стартанет нам а вот стартует машина наш да в методе инкапсуляция объекты классно мы даже не думаем где эта машина стартует метод старт когда машина стартанет мы здесь не просто он старт вызовем мы еще возьмем по аналогии с вот этой вот конструкции так смотрю вот так вот возьмем on start listener и все пробежимся по ним и вызовем и теперь соответственно вот мы можем например on start listeners изменить например вот на он старт и и мы такие ну я ну узнал что остановилась написано по факту мы узнали что она стартанула машина то есть мы подписались на другое событие и вот таким вот образом то есть выбор подписки события получается нужно нам знать какой массив дергнуть какой массив себя запушить чем отличается это в ant listener тем что вот мы как бы не паримся о массиве то есть это инкапсулирована спрятана логика внутри этого метода то есть в каком именно массиве хранятся нужные листинеры мы просто говорим название события и передаем листинер тут как бы и хорошо и плохо почему плохо потому что вдруг мы забудем название события или ошибемся там не допишем букву p или случайно 2p напишем то как бы уже будет ну наш клик не сработает да наверняка многие так ошибались писали там клик неправильно вот так и все наш клик не работает потому что события такого нет и браузер по моему никак не ругнется на это давайте посмотрим ну это ошибка наша а тут клик просто не работает и не работает то есть мы ошиблись если бы там был массив какой-то то нам бы ругнулась на push например что мы пытаемся запушить вне массив потому что такого вот ошиблись нет а так видите ошибка и все то есть это и хорошо и плохо как бы тут сложно ну давайте по аналогии сделаем таким образом то есть чтобы добавлялись в эти массивы не через массив push а добавлялись вот наша задача ведь понять как работает это вент листинер чтобы вот массив пушились данные вот через вот такой вот синтаксис например димыч хочет знать и миша хочет знать когда машина остановилась соответственно мы это убираем и идем реализовывать внутренность этой вент листинера метод такой у нас был помните он пустой пока что но мы сейчас делаем все очень просто то есть и в else обычный для начала и в и вент нейм если вент нейм равен стоп то мы должны взять здесь он стоп листинерс и запушить листинерс сюда а если элс и в и вент нейм равен старт мы должны запушить листинер листинерс сюда в этот массив давайте отформатируем control kf никогда не ленитесь делать control kf чтобы красиво был код давайте проверим что все работает раз-два опа димыч узнал миша узнал то есть смотрите мы подписали все же с помощью этого вент листинера то есть все что мы сделали то есть поменяли способ добавления в эти в эти массивы то есть раньше мы как бы массивы непосредственно отсюда добавляли а сейчас мы эту логику инкапсулировали спрятали в это вент листинер и вот таким вот образом ну смотрите мы сейчас стоп например ошибемся по 2p напишем и наш ни димыч ни миша не узнает что машина остановилась видите ничего не происходит потому что ну мы здесь event name равен стоп не равен стоп там в 2p соответственно не запушил в этот массив нужные листинера поэтому потом когда по этому массиву мы будем пробегаться здесь не будет сидеть ни одного коллбека ни одного листинера ни одной функции ни одного подписчика что-то синонимы считайте ну давайте еще метод старт добавим старт какой-то функции например обозначим быстро функцию car старт назовем car старта здесь уже без имен просто он старт когда машина стартанула когда машина стартанула ну хотя бы 1 листина добавим и проверим что он тоже работает когда машина стартанула смотрим о о нет эта машина остановилась почему то старт не сработал а потому что мы стартуем а потом только подписываемся событие уже прошло мы должны стартовать машинам это как кликнули а потом подписались И, конечно, уже этот клик, уже отработал, событие прошло, потому что мы внутри метода старт, это триггер события, по сути, вот здесь мы как бы триггер события, то есть говорим, что оно произошло и вызываем callback, это называется триггернуть события, либо там fire event, типа как бы зажечь события, разные есть слова, займите, как бы car started, car start, видите, машина, ну короче, все работает, и вот машины стопаются, тоже работает, вот, вопрос, а событие еще какое-нибудь третье у нас будет, мы такие создадим третий массив, давайте пока этот он старт, он старт сольем нафиг, он старт сольем нафиг, он стоп, ну нам, нам они не нужны, все, мы пока работаем с массивом, я сейчас хочу вам показать одну тактику, просто технику, которая немножко будет сбивать, если вот мы оставим вот это вот, то есть у нас есть просто вот массивы, мы пробегаемся по массиву и callback как это вызываем, и опять же, давайте вот, ну дублирование кода, то есть у нас в разных местах, в зависимости, когда мы принимаем решение, что событию суждено быть, например, здесь машина стопнулась, да, по таймеру, по таймеру, мы как бы фигачим события, вот давайте триггаем события, вот давайте создадим такой метод, который назовем trigger event, trigger event, и мы назовем этот event, тоже event name, это приватный, приватный вспомогательный метод, для внутреннего использования, чтобы не дублировать код, и мы просто вот, вот здесь говорим this, trigger event, trigger event, говорим, какой event, trigger, говорим, trigger stop, а здесь говорим, trigger start, все, мы в итоге вот как бы избавились немножко от дублирования кода, сейчас я скопирую сюда, немножко только, на самом деле самую малость, самую малость, то есть мы перенесли логику, инкапсулировали в другой метод, чтобы здесь, видите, как красиво было, когда машина стартует, мы говорим, trigger start event, когда машина остановилась, мы говорим, стопни, ну, стопни, триггер не такой event, а всю логику мы инкапсулируем вот в этом методе, и, соответственно, вот здесь мы опять смотрим на event name, если у нас event name такой-то, если у нас event name stop, то мы должны пробежаться по вот этому, а если start, то по вот этому, удалю лишние пробелы, control kf отформатирую, то есть все, то есть как бы в одном месте мы сконцентрировались вот на том, чтобы пробегать по этим листинерам и вызывать эти коллбеки, опять же видим, что код дублируется, код дублируется, то есть мы пробегаемся по массиву, то есть здесь массивы просто разные, и по-хорошему мы можем этот код, ну, давайте сейчас третье событие добавим, например, автомобиль хочет кушать, хочет кушать, ну, типа, как хочет, тупое, ну, типа, заправить его надо, ладно, давайте, перегрелся, темп, блин, я не знаю, speed overflow, скорость очень большая, и событие, лампочка мигает, пэм, 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 типа, остановись, speed overflow, и вот мы там какой-то листинер, например, ну, хотим добавить в нашу машину, вот кар наш, конструктор кар, вот конструктор кар, добавить поддержку, speed overflow, для этого мы такие, так, создаем еще один массив, создаем еще один массив, называем его onSpeedOverflow, не знаю, почему я называю маленькими буквами, ну, панологи с онкликом, вот я вот начал, onSpeedOverflow, массив, отлично, в каком-то моменте времени, когда скорость большая будет, он там, например, будет триггаться, например, когда машина стартанула, через там 5 секунд мы остановимся, а через там 2 секунды, например, через 2 секунды, давайте уже сейчас делаем через стрелочную функцию здесь, чтобы сохранить контекст вызова, а через 2 секунды, что такое стрелочная функция, ребят, если не знаете, мы марш бегом узнавать, а через 2 секунды мы скажем, что вот событие SpeedOverflow, и опять же, то есть, что нам надо сделать через 2 секунды, чтобы это произошло, просто вот воспользоваться нашим вспомогательным внутренним методом, потому что мы туда инкапсулировали все, и называется SpeedOverflow, то есть, такой, триггаем такой ивент, идем внутрь триггерного ивента, и спрашиваем, else if, else if, давайте скопируем, SpeedOverflow, то мы тогда должны, то мы тогда должны вот пробежаться по вот этому массиву, и, и что сделать, и, блин, вызвать его листернеры, все, все да не все, мы хотим уметь добавлять листернеры на SpeedOverflow, давайте сейчас создадим листернер, который скажет, скорость превышена, он SpeedOverflow, SpeedOverflow, и мы хотим подписаться, поэтому мы должны взять и сказать, и сказать, вот наша функция, а событие называется SpeedOverflow, SpeedOverflow, да, ошибиться очень легко, сложное большое название, ошиблюсь, не добавится событие, SpeedOverflow, но вопрос вот, когда я ивент листернера вызову, то только стоп и старт процессится в случае, поэтому мне надо еще добавить случай для SpeedOverflow, и взять и запушить листернер в нужный массив, он SpeedOverflow, все, если я нигде не опечатался, не ошибся, то сейчас мы видим, стартануло, потом SpeedOverflow увидим, SpeedOverflow, а потом машина остановилась, и Миша узнает об этом, и Дима, Дима узнал, Миша узнал, все хорошо, то есть вот так вот мы добавили еще одно событие, то есть нам надо событие добавить сюда, и событие добавить в триггер, и в нужный момент, да, чтобы пробежаться по нужному этому, и в нужный момент, естественно, триггернуть это событие, по какому-то раздражителю, скажем так, тут раздражителем является SetTimeOut, здесь раздражителем SetTimeOut, здесь TriggerStart, вот здесь SetTimeOut тоже, то есть по тайм-ауту мы вызываем функцию стоп, а здесь TriggerStart, просто вызов метода, и мы сразу говорим, старт, 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 ну, короче, вот такие вот дела, друзья, код этот нужно зарефакторить и сделать более красивым и компактным, предлагаю вам посмотреть этот видос еще несколько раз, осмыслить его, понять, что я сделал, то есть по сути мы с вами полностью повторили, вот, смотрите как, точь-точь, как с элементом, мы говорим, эй, мерс, добавь себе listener на стоп, на стоп, на старт. Примерно так и работают, примерно так и работают вот функции и HTML элементы, которые мы находим там по ID-шнику или с помощью query-селектора. То есть тот же самый интерфейс, скажем так, взаимодействия. Ну, уже отдельная тема для рефакторинга этой программы, просто, ну, должно быть, код красивее должен быть написан, поэтому в следующем видео мы немножко зарефакторим и рассмотрим кое-какие хитрые трюки. Все, друзья, до следующей серии. ЧИДЖАВАСКРИПТ НА, НАШЕМ КАНАЛЕ, ГА, ГА, АйТИКОМАСУДРА, СДЕЛАЯ ТЕБЯ ПРОГРАММИРАМ, ГА, ЧИДЖАВАСКРИПТ НА, НАШЕМ КАНАЛЕ, ГА, ГА. КАНАЛЕ, ГА.